Здравствуй, дружок! А сегодня у нас кентервильское привидение. Когда мистер Хэром Биотис, американский посол, решил купить кентервильский замок, все уверяли его, что он делает ужасную глупость. Было достоверно известно, что в замке обитают привидения. Сам лорд Кентервиль – человек Дональза Щепетильный. Даже когда дело касалось сущих пустяков, не примену при составлении купчей предупредить мистера Отиса. «Нас как-то не тянуло в этот замок», – сказал лорд Кентервиль. «С тех пор, как с моей двоюродной бабкой, вдовствующей герцогине Болтон, случился нервный припадок, от которого она так и не оправилась. Она переодевалась к обеду, и вдруг ей на плечи опустились две костлявые руки. Не скрою от вас, мистер Отис, что привидение-то являлось так же многим ныне здравствующим членом моего семейства. Его видел и наш приходской священник, преподобный Огостас Демпер, магистр Королевского колледжа в Кембридже. После этой неприятности с герцогиней вся младшая прислуга ушла от нас, а леди Кентервиль совсем лишилась сна. Каждую ночь ей слышались какие-то непонятные шорохи в коридоре и библиотеке. «Что ж, милорд», — ответил посол, — «пусть привидение идет вместе с мебелью. Я приехал из передовой страны, где есть все, что можно купить за деньги. К тому же молодежь у нас бойко, способная перевернуть весь ваш старый свет. Наши молодые люди увозят от вас лучших актрис и оперных примадон. Так что заведись в Европе хоть одно привидение, оно мигом очутилось бы у нас в каком-нибудь музее или в разъездном паноптикуме». «Боюсь, что Кентервильское привидение все-таки существует», — сказал улыбаясь лорд Кентервиль. «Хоть оно, возможно, и не соблазнилось предложениями ваших предприимчивых импересарио, оно пользуется известностью добрых 300 лет, точнее сказать, с 1584 года, и неизменно появляется незадолго до кончины какого-нибудь из членов нашей семьи». «Ну, лорд Кентервиль, домашний врач тоже всегда появляется в подобных случаях. Уверяю вас, сэр, никаких привидений не существует, и законы природы, я полагаю, для всех одни, даже для английской аристократии». «Вы, американцы, еще так близки к природе», — отозвался лорд Кентервиль, видимо, не совсем уразумев последнее замечание мистера Оттиса. «Что ж, если вас устраивает дом с привидением, то все в порядке. Только не забудьте, я вас предупреждал». Несколько недель спустя была подписана купча, и по окончании лондонского сезона посланник с семьей переехали в Кентервильский замок. Миссис Оттис, которая в свое время еще под именем мисс Лукреции Эр Теппен с 53-й западной улицы славилась в Нью-Йорке своей красотой. Была теперь дамой средних лет, все еще весьма привлекательной, с чудесными глазами и точенным профилем. Многие американки, покидая родину, напускают на себя вид хронических больных, считая это одним из признаков европейской утонченности. Но миссис Оттис этим не грешила. Она отличалась прекрасным здоровьем и совершенно фантастическим избытком энергии. Право ее нелегко было отличить от настоящей англичанки, и ее пример лишний раз подтверждал, что между нами и Америкой удивительно много общего. Практически все, кроме, разумеется, языка. Старший из сыновей, которому родители в порыве патриотизма дали имя Вашингтон, о чем он никогда не переставал сожалеть, был светловолосым молодым человеком довольно приятной наружности, готовившимся занять достойное место в американской дипломатии. Свидетельством, чего был тот факт, что он три сезона подряд лихо отплясывал в ньюпортском казино Котильо, неизменно выступая в первой паре, и даже в Лондоне заслужил репутацию превосходного танцора. У него были две слабости. Гордении и Геральдика. А во всем остальном отличался удивительным здравомыслием. Мисс Вирджинии и Отис шел шестнадцатый год. Это была стройная, грациозная, как ландевочка, с большими, ясными, голубыми глазами. Она прекрасно ездила верхом, и однажды, уговорив старого лорда Билтона проскакать с ней два раза на перегонки вокруг Гайдпарка, первая оказалась у статуи Ахиллеса, обойдя лорда на своем поне на целых полтора корпуса, чем привела юного герцога Чеширского в такой восторг, что он немедленно сделал ей предложение, и вечером того же дня, весь в слезах, был отослан своими опекунами обратно в Итан. У Вирджинии было также двое младших братьев-близнецов, которых прозвали звездно-полосатыми, поскольку их без конца пароля. Очень славные мальчики. К тому же единственные в семье убежденные республиканцы, если, конечно, не считать самого посланника. От Кентровельского замка до ближайшей железнодорожной станции в Аскоте было целых семь миль. Но мистер Отис заблаговременно телеграфировал, чтобы им выслали экипаж, и семья двинулась к замку в отличнейшем расположении духа. Стоял прекрасный июльский вечер, и воздух был наполнен теплым ароматом соснового бора. Время от времени до них доносились нежные воркования лесной горлицы, упивавшиеся своим собственным голосом. В шелестящих зарослях папоротника то и дело мелькала пестрая грудь фазана. С высоких буков на них поглядывали белки, казавшиеся снизу совсем крошечными, а притаившиеся в низкой поросли кролики, завидев их, удирали по мшистым кочкам, подергивая своим короткими белыми хвостиками. Но не успели они выехать на аллею, ведущую к Кентервельскому замку. Как небо вдруг заволокло тучами, и воздух сковала странная тишина. Над головой у них бесшумно пролетела огромная стая грачей. И когда они подъезжали к дому, большими редкими каплями начал накрапывать дождь. На ступеньках их поджидала опрятная старушка в черном шелковом платье, белом чипце и переднике. Это была миссис Амни, домоправительница, которую миссис Отис по настоятельной просьбе леди Кентервель оставила в прежней должности. Она сделала глубокий реверанс перед каждым из членов семьи и церемонно, по-старинному, промолвила «Милости просим в Кентервельский замок». Они вошли вслед за нею в дом и, миновав величественный холл в стиле Тюдор, очутились в библиотеке длинной и низкой комнате, обшитую черным дубом с большим витражом напротив двери. Здесь уже все было приготовлено к чаю. Сбросив в себя плащи и шали, они уселись за стол и, пока миссис Амни разливала чай, принялись осматриваться вокруг. Вдруг миссис Отис заметила на полу возле камина потемневшее от времени красное пятно и, не в состоянии себе объяснить, откуда оно могло появиться, спросила у миссис Амни. «Наверное, там было что-то пролито?» «Да, мадам», — ответила старая экономка приглушенным голосом. «На этом месте была пролита кровь». «Какой ужас!» — воскликнула миссис Отис. «Мне не хотелось бы, чтобы в моей гостиной были пятна крови. Его нужно сейчас же убрать». Старушка улыбнулась и ответила все тем же таинственным полушептом. Видите ли, кровь леди Элеоноры де Кентервиль, убитой на этом самом месте в 1575 году с супругом своим сэром Саймоном де Кентервиллем. Сэр Саймон пережил ее на 9 лет, а потом внезапно исчез при весьма загадочных обстоятельствах. Тело его так и не нашли, но грешный дух его до ныне бродит по замку. Туристы и прочие посетители замка с неизменным восхищением осматривают это пятно. И смыть его никак невозможно. «Ерунда!» — уверенно произнес Вашингтон Отис. Образцовый пятновыводитель и очиститель фирмы Пинкертон удалит его в два счета. И не успела испуганная экономка ему помешать, как он, опустившись на колени, принялся тереть пол маленьким кругом-бруском, похожим на губную помаду, только черную. Не прошло и минуты, как от пятна и следа не осталось. Пинкертон никогда не подведет с торжествующим видом, воскликнул юноша, обернувшись к восхищенному семейству. Но едва он произнес эти слова, как ужасающая вспышка молнии озарила полутемную комнату. И последовавший за ней оглушительный раскат грома заставил всех вскочить на ноги. А миссис Амния лишилась чувств. «Какой здесь отвратительный климат!» С невозмутимым видом проговорил американский посланник. «Закуриваю сигару». Добрая старая Англия до того перенаселена, что даже приличной погоды на всех не хватает. Я всегда придерживался мнения, что эмиграция — единственное спасение для Британии. «Дорогой Хайрым», — сказала миссис Отис. «Что нам с ней делать, если она чуть что примется падать в обморок?» «Удерживая у нее из жалования, как за битье посуды», — ответил посланник. «И вскоре она избавится от этой привычки». И правда, через две-три секунды миссис Амни очнулась. Впрочем, у нее был явно обиженный вид. И она, упрямо поджав губы, заявила мистеру Отису, что в этот дом скоро придет беда. «Сэр», — сказала она, «мне доводилось здесь видеть такое, отчего у всякого христианина волосы могли бы встать дыбом. И те ужасные вещи, которые здесь происходят, не давали мне сомкнуть глаза многие-многие ночи». Но мистер Отис и его супруга заверили почтенную особу, что они не боятся привидений, и, призвав благословение Божье, на своих новых хозяев. А также, намекнув, что неплохо было бы прибавить ей жалования, старая домоправительница нетвердыми шагами удалилась в свою комнату. Всю ночь бушевала буря, но ничего из ряда вон выходящего не произошло. Однако, когда на следующее утро все спустились к завтраку, они снова увидели на полу кровавое пятно. «В образцовом очистителе сомневаться не приходится», сказал Уашингтон. «На чем я его только не перепробовал, и он ни разу меня не подводил. Видно, здесь и в самом деле приложила рука привидения. И он еще раз вывел пятно. На утро оно снова появилось на прежнем месте. Оно было там и на третье утро, хотя накануне вечера мистер Отис, прежде чем уйти спать, лично запер библиотеку и забрал с собой ключ. Теперь проблема привидения интересовала всю семью. Мистер Отис стал подумывать, не слишком ли он был категоричен, отрицая существование духов. Миссис Отис высказала намерение вступить в парапсихологическое общество, а Вашингтон сочинил длинное письмо господа Майерсу и Подмору касательно долговечности кровавых пятен, связанных с преступлениями. Если у них и оставались какие-то сомнения в реальности призраков, в ту памятную ночь они рассеялись навсегда. День был жаркий и солнечный, и с наступлением вечерней прохлады все семейство отправилось на прогулку. Домой они вернулись лишь к девяти часам и сразу же сели за легкий ужин. О привидениях даже речи не заходило, так что присутствующие вовсе не были в том состоянии повышенной восприимчивости, которое часто предшествует материализации духов. Говорили, как потом мне рассказывал мистер Отис, о том, о чем обычно говорят просвещенные американцы из высших слоев общества. О бесспорном превосходстве американской актрисы миссис Фанни Дауенпорт над французской актрисой Сарой Бернар. О том, что даже в лучших английских домах не подают кукурузы, гречневых лепешек и мамалыги. Об исключительном значениям Бостона для духовного развития всего человечества. О преимуществах введенной системы багажных квитанций при оформлении провоза багажа по железной дороге. О приятности нью-йоркского произношения по сравнению с протяжным лондонским выговором. Ни о чем сверхъестественном речь не заходила. Сэр Саймон де Кентервилль также не упоминался. В одиннадцать вечера все отправились отдыхать и полчаса спустя в доме был погашен свет. Некоторое время спустя мистер Отис проснулся от странных звуков в коридоре у него за дверью. Ему почудилось, что он слышит и с каждым мгновением все отчетливее лязгание металла. Он встал, чиркнул спичкой и взглянул на часы. Они показывали ровно час ночи. Мистер Отис, не теряя самообладание, пощупал свой пульс. И он оказался, как всегда, ровным и ритмичным. Но загадочные звуки не умолкали. Более того, мистер Отис явственно услышал звук шагов. Он сунул ноги в комнатные туфли, достал из дорожного несессора продолговатый флакон в упаковке и открыл дверь. Прямо перед собой он увидел в призрачном свете луны старика в высшей степени ужасного вида. Глаза его горели, как раскаленные угли. Сидые длинные волосы космами не спадали на плечи. Грязное платье старинного покроя все было в лохмотьях. С его рук и ног, закованных в кандалы, свисали тяжелые, ржавые цепи. — Сэр, — обратился к нему мистер Отис, я вынужден самым настоятельным образом просить вас впредь смазывать ваши цепи. И с этой целью захватил для вас пузырек машинного масла восходящее солнце демократия, известное своим эффективным действием после первого же употребления. На упаковке помещены положительные отзывы наших виднейших священнослужителей, подтверждающие исключительные достоинства этого средства. Я ставлю пузырек здесь, на столике возле канделябра, и буду рад снабжать вас новыми порциями масла по мере необходимости. С этими словами посланник Соединенных Штатов поставил флакон на мраморный столик и, закрыв за собой дверь, улегся в постель. Кентервильское привидение так и застыло от возмущения. Затем, яростно, швырнув флакон на паркет, оно ринулось по коридору, испуская зловещее зеленое сияние и глухо стеная. Но едва оно взобралось по широкой дубовой лестнице наверх, как из распахнувшейся двери выскочили две фигурки в белом, и огромная подушка просвистела у него над головой. В такой ситуации нельзя было терять ни минуты, и дух, прибегнув к четвертому пространственному измерению, поспешно ретировался, исчезнув через деревянную стенную панель, после чего в доме все стало тихо. Добравшись до потайной коморки в левом крыле замка, призрак прислонился к лунному лучу и, немного отдышавшись, попытался осмыслить сложившееся положение. Ни разу за всю свою безупречную трехсотлетнюю службу в качестве привидения он не подвергался таким неслыханным оскорблением. Ему вспомнилось в эту минуту многое, и то, как он насмерть перепугал вдовствующую герцогиню, когда она стояла перед зеркалом, вся в кружевах и бриллиантах, и то, как с четырьмя горничными началась истерика, стоило ему только им улыбнуться из-за портьера в спальне для гостей, и то, как он задул свечу в руке приходского священника, когда тот поздно ночью выходил из библиотеки, отчего с беднягой случился нервный припадок, и он до сих пор вынужден лечиться у сэра Уильяма Галла. И то, как старая мадам де Тримуайк, проснувшись как-то на рассвете и увидев, что в кресле у камина сидит скелет и читает ее дневник, слегла на шесть недель с воспалением мозга, а выздоровев, примирилась с церковью и решительно порвала все отношения с известным скептиком Мосье Довольтером. Он вспомнил также ту страшную ночь, когда злоказненного лорда Кентервилля нашли в гардеробной задыхающемся с бубновым валетом в горле. Умирая, старик признался, что с помощью этой карты он жульничая обыграл Чарльза Джеймса Фокса в Крокфордзе на целых пятьдесят тысяч фунтов. И Кентервилльское привидение, как он клятвенно уверял, заставило его проглотить меченую карту. Он вспомнил каждого, кто был жертвой его великих деяний. Начиная с дворецкого, который застрелился, увидев, как в окно буфетное стучится чья-то зеленая рука. И кончая прекрасной леди Статфельд, которая вынуждена была носить постоянно черную бархатку вокруг шеи, чтобы скрыть отпечатки пяти пальцев на своей белоснежной коже. И в конце концов утопилась в Сазановом пруду в конце Королевской аллеи. Испытывая чувство самоупоения, столь хорошо знакомое каждому истинному художнику, он перебирал в уме лучшие сыгранные им роли, и губы его скривились в торжествующей усмешке, когда он вспомнил последнее свое выступление в качестве рыжего рубена или задушенного младенца, а также свой дебют в роли тощего гибиона, кровопийцы с бекслейского болота. ему вспомнилось, как одним тихим июньским вечером он произвел настоящий фурор, когда сыграл на площадке для тенниса партию в кегле, использовав для этого кости своего скелета, хотя лично он ничего особенного в этом не видел. И вот после этого в замок заявляются какие-то несчастные американцы, считающие себя ужасно современными и навязывают ему машинное масло с дурацким названием восходящее солнце демократии, да еще швыряют в него подушками. Это просто невыносимо. История не знает примеров такого обращения с привидениями и в нем созрело решение отомстить. Когда наступил рассвет, он все еще пребывал в состоянии глубокого раздумья. На следующее утро за завтраком отисы говорили главным образом о привидении. Посланник Соединенных Штатов естественно был в некоторой мере задет тем, что его подарок отвергли. Я не собираюсь причинять привидению никакого вреда, сказал он, и должен в этой связи заметить, что швырять подушками в того, кто сто лет обитает в этом доме, крайне невежливо. Весьма справедливое замечание, которое должен с сожалением сообщить, было встречено близнецами громким хохотом. Тем не менее, продолжил посланник, если привидение проявит упрямство и не пожелает воспользоваться машином-маслом восходящей солнце демократии, придется снять с него цепи. Невозможно спать, когда такой грохот у тебя под самой дверью. Впрочем, до конца недели их никто больше не тревожил, хотя кровавое пятно на полу библиотеки неизменно продолжало появляться каждое утро. Это было довольно странно, ибо мистер Отис на ночь всегда запирал библиотечную дверь, а окна закрывались ставнями с крепкими засовами. Хамелеоноподобное изменение цвета крови также вызывало неудоумение. Иногда пятно было тускло желтоватого красного цвета, иногда алого, иногда пурпурного, а однажды, когда они сошли вниз для семейной молитвы по упрощенному ритуалу свободной американской реформаторской епископальной церкви, пятно оказалось изумрудно-зеленым. Такого рода калейдоскопические изменения, разумеется, весьма забавляли членов семейства Отисов. И каждый вечер по этому поводу между ними заключались пари. Лишь юная Вирджиния не находила в этом ничего забавного. Всякий раз, увидев кровавое пятно, она почему-то грустнела, а в тот день, когда оно стало изумрудно-зеленым, даже чуть не расплакалась. Во второй раз привидение появилось в ночь с воскресенья на понедельник. Едва лишь Отисы улеглись спать, как в холле послышался страшный грохот. Выбежав из своих спален, они бросились вниз и увидели, что там на каменном полу валяются упавшие из пьедестала огромные рыцарские доспехи. А в кресле с высокой спинкой сидит кентровельское привидение и, морщась от боли, потирает колени. Близнецы с той поразительной меткости, которую можно приобрести лишь долго и старательно, практикуясь на особе учителя чистописания, тотчас же выпустили в привидение по заряду из трубочек для стрельбы горохом, которое они предусмотрительно захотели с собой, а посланник Соединенных Штатов наставил на него револьвер и, в полном соответствии с калифорнийским правилом хорошего тона, скомандовал «Руки вверх!» Дух издал яростный вопль и, вскочив на ноги, пронесся между ними, словно гонимый ветром сгусток тумана, богасив у Вашингтона свечу и оставив их всех в кромешной темноте. Достигнув верхней площадки лестницы, он, отдышавшись и придя в себя, решил продемонстрировать свой знаменитый дьявольский хохот, который выручал его в стольких случаях. Поговаривали, что от этих звуков за ночь посидел парик лорда Рейкера, а три французские гувернантки леди Кентервилл заявили о своем уходе, не прослужив в замке и месяца. И он разразился самым своим жутким хохотом, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, долго еще гудевшим под старыми сводами замка. Но не успела смолкнуть страшное эхо, как отворилась дверь, и на пороге появилась миссис Отис в бледно-голубом халате. «Мне кажется, вам не здоровится», сказала она, «Так что я принесла вам микстура доктора Добела». «Думаю, все дело не сварение желудка, и вы сами увидите, как это лекарство вам отлично поможет». Призрак метнул на нее яростный взгляд и тут же собрался превращаться в большую черную собаку. Этот трюк принес ему заслуженную славу и являлся, по мнению домашнего врача Кентервилли, причиной неизлечимого слабоумия дядюшки лорда Кентервилли, достопочтенного Томаса Хартона. Но звук приближающихся шагов заставил его отказаться от этого коварного намерения. Так что ему пришлось удовольствоваться тем, что он стал слабо фосфорицировать, и, когда близнецы подбежали к нему, он исчез. Испустив леденящий душу кладбищенский стон. Добравшись до своего убежища, он почувствовал себя совершенно сломленным, и им овладело беспредельное отчаяние. Невоспитанность близнецов и группой материализм миссис Отис были, конечно, и сами по себе крайне оскорбительными, но больше всего его огорчало то, что ему не удалось облечься в доспехе. Он полагал, что даже эти современные американцы будут повергнуты в трепет, когда перед ними предстанет призрак в латах. Ну, хотя бы из-за уважения к своему национальному поэту Лонгфелло, над чьей изящной притягательной поэзией он просиживал целыми часами, когда Кентервилле переезжали в город. К тому же латы эти были его собственными. Он выглядел в них очень эффектно на турнире в Кеннелворде и даже удостоился нескольких лестных слов в свой адрес от самой королевы-девственницы. Но, надев их теперь, спустя столько времени, он почувствовал, что массивный нагрудник и стальной шлем слишком тяжелы для него и, не выдержав их веса, рухнул на каменный пол, ссадив себе оба колена и больно ушибив пальцы правой руки. После этого он несколько дней чувствовал себя больным и совсем не выходил из комнаты. Разве что ночью для поддержания в должном порядке кровавого пятна. Но, благодаря умелому самоврачеванию, он поправился и решил, что попробует напугать американского посланника и членов его семьи в третий раз. Для своего появления он выбрал пятницу семнадцатого августа и весь этот день до самого наступления темноты перебирал свой гардероб, остановив наконец выбор на высокой широкополой шляпе с красным пером, савани с рюшками на рукавах и у ворота и заржавевшем кинжале. К вечеру началась гроза и ветер так бушевал, что сотрясались и гремели все окна и двери старого дома. Впрочем, такая погода была для него как раз то, что надо. План его заключался в следующем. Для начала он тихонько проберется в комнату Вашингтона Отиса, даст ему собой полюбоваться, некоторое время постояв в ногах его кровати и бормоча что-нибудь нечлено раздельное, а затем под звуки заунывной музыки трижды пронзит себе горло кинжалом. К Вашингтону он испытывал особую неприязнь, так как прекрасно знал, что именно этот юнец имел скверную привычку стирать своим образцовым очистителем знаменитое кентровельское кровавое пятно. Приведя этого безрассудного и непочтительного молодого человека в состояние полной прострации, он проследует затем в супружескую опочивальню посланника Соединенных Штатов и возложит свою холодную влажную руку на лоб миссис Ултис. В то же время хрипло, нашептывая ее дрожащему от ужаса мужу жуткие тайны фамильного склепа. Насчет маленькой Вирджинии он пока ничего определенного не придумал. Она ни разу его не обидела и, кроме того, была очень славной и доброй девочкой. Пожалуй, будет достаточно обойтись парой других глухих стонов из шкафа, а если она не проснется, он подергает дрожащими скрюченными пальцами за ее одеяло, а вот близнецов он проучит как следует. Первым делом он усядется им на грудь, дабы из-за нехватки воздуха их стали мучить кошмары. Затем, поскольку кровати их стоят совсем рядом, он расположится между ними, приняв облик зеленого холодного трупа и не сдвинется с места до тех пор, пока их окончательно не парализует страх. Тогда он бросит саван и, обнажив свои белые кости, примется, вращая одним глазом ползать по комнате, изображая онемевшего Даниила или скелета самоубийцу. Это была эффектная роль, всегда производившая очень сильное впечатление, ничуть не хуже его знаменитого безумного Мартина или неразгаданной тайны. В половине одиннадцатого вся семья, как можно было судить по звукам, отправилась спать. Но еще какое-то время из спальни близнецов доносились дикие взрывы хохота. Как видно, мальчишки со свойственной школьникам беззаботностью резвились перед тем, как лечь в постель. В четверть двенадцатого в доме наконец воцарилась полная тишина и как только пробило полночь, он отправился выполнять свою благородную миссию. А стекла билась сова, ворон каркал на верхушке старого тиса, ветер блуждал вокруг дома, стеная, словно неприкаянная душа. Но отисы спали спокойно, не подозревая о том, какое их ждет испытание, и ветру с дождем не удавалось заглушить ритмичное похрапывание посланника Соединенных Штатов. Призрак с жуткой усмешкой на сморщенных губах осторожно выступил из дубовой стены панели, и вскоре, как раз в тот момент, когда он крался мимо огромного эркерного окна, украшенного золотисто-голубыми фамильными гербами его собственным и убитой им супруге, круглый лик луны скрылся за облаком. Все дальше и дальше скользил он зловещей тенью, и даже ночному мраку он, казалось, внушал отвращение. Вдруг ему почудилось, что кто-то его окликнул, и он замер на месте. Но это был всего лишь Лес Абакин на красной ферме, и он отправился дальше, бормоча под нос с причудливой средневековой рукательства и беспрестанно размахивая ржавым кинжалом. Наконец он добрался до того места, откуда начинался коридор, ведущий в комнату несчастного Вашингтона. Там он на минутку остановился, чтобы передохнуть. Гулявший по дому ветер развивал его седые космы и трепал могильный саван, придавая ткани причудливые фантастические очертания. Часы пробили четверть, и он почувствовал, что дальше медлить нельзя. Удовлетворенно хихикнув, он повернул за угол, но тут же с жалостным воплем отшатнулся и закрыл побелевшее от ужаса лицо длинными костлявыми руками. Прямо перед ним стоял страшный призрак, неподвижный, точно каменные изваяния и чудовищно безобразные, словно приснившиеся безумцу кошмар. Голова его была увенчана лоснящейся лысиной, лицо у него было круглое, толстое, бледное, как у мертвеца, с застывшей на нем отвратительной улыбкой. Глаза его излучали ярко красный свет, рот был словно широкий колодец, в недрах которого полыхал огонь, а безобразное деяние, подобное его собственному, белоснежным саваном окутывало массивную фигуру. На груди у призрака висела табличка с неразборчивой в темноте надписью, начертанной старинными буквами. О страшном позоре, должно быть, вещала она о грязных пороках и диких злодействиях. Его поднятая правую руку, держала блестящий меч. Дух Кентервиля, никогда раньше не видящий других привидений, естественно, до смерти перепугался. Бросив еще один беглый взгляд на страшного призрака, он бросился, но утек к себе в комнату. Он бежал по коридору, не чуя под собой ног, путаясь в складках савана, и по дороге уронил свой ржавый кинжал в сапог посланника, в котором поутру он и был найден дворецким. Добравшись до своей комнаты, он бросился на убокое ложе и спрятал голову под одеяло, но скоро в нем пробудился тот бравый дух, которым испокон веков гордились все Кентервиля, и он решил прямо с утра пойти поговорить с другим привидением. И вот едва лишь рассвет коснулся своим серебром холмов, он поспешил на то место, где ему встретился напугавший его призрак. После долгих размышлений он пришел к выводу, что в конце концов два привидения лучше, чем одно, и что с его новым другом ему будет легче управиться с близнецами. Увы, когда он туда добрался, его взору открылось страшное зрелище. Было очевидно, что с призраком случилось какое-то несчастье. Свет погас в его пустых глазницах, блестящий меч выпал из его рук, и он стоял, опираясь на стенку в какой-то напряженной и неестественной позе. Кентервильское привидение подбежало к нему и обхватило его руками, и в этот момент глава призрака у ужас! Внезапно соскочило с плеч и покатилось по полу. Туловище обмякло, и оказалось, что он прижимает к себе всего лишь белый канифасный полог, а у ног его валяются метла, кухонный нож и пустая тыква. Не зная, как объяснить это странное превращение, он дрожащими руками поднял с полу табличку с надписью и при сером утреннем свете прочел следующие слова. «Оутиское привидение! Единственное воистину подлинное привидение! Остригайтесь подделок! Все остальные ненастоящие!» Тут только его озарило, его одурачили, перехитрили, обвели вокруг пальца. В глазах его появилось обычное для Кентервилли выражение. Он заскрежетал беззубами деснами и, воздев к небу высохшие руки, поклялся, прибегнув к живописнейшим образцам старинной стилистики, что не успеет Шентеклер дважды протрубить в свой громогласный рог, как свершат сокровавые дела, и убийство неслышными шагами войдет в этот дом. Едва он произнес это страшное заклинание, как с красной черепичной крыши отдаленного фермерского дома донесся крик петуха. Призрак разгрозился негромким, продолжительным, злорадным смехом и стал терпеливо ждать. Он ждал час, он ждал два, но петух по какой-то непонятной причине не спешил петь второй раз. Наконец, когда в половине восьмого пришли горничные, ему ничего не оставалось, как оставить свое тревожное бдение, и он крадучись отправился во своясе, горюя и несбывшихся планах и напрасных надеждах. Оказавшись у себя в комнате, он принялся перелистывать книги о давнем рыцарстве, а это было его любимым чтением, и в них было ясно сказано, что всякий раз, когда произносится это заклинание, должен дважды пропеть петух. «Будь проклятой, эта жалкая птица!» пробормотал он. «Рано или поздно наступит тот день, когда верное мое копье пронзит ей глотку и заставит ее прокричать, но криком уже предсмертным». После этого он улегся в свой удобный свинцовый гроб и оставался там до самой темноты. Наутро призрак чувствовал себя совсем разбитым. Начинали сказываться ужасные треволнения последних четырех недель. Нервы его были вконец расшатаны, и он вздрагивал от малейшего шороха. Целых пять дней не выходил он из своей комнаты и в конце концов принял решение больше не обновлять кровавого пятна на полу в библиотеке. Если оно Отисам не нужно, значит они его не заслуживают. Они явно из тех людей, которые довольствуются самым низким, а иначе говоря, материальным уровнем существования и совершенно не способны оценить символическое значение явления чувственного характера. Что касается чисто теоретических вопросов, связанных с существованием призраков или, скажем, с различными фазами развития астральных тел, то это была особая сфера, находившаяся, по правде говоря, за пределами его компетенции. Он знал лишь одно. У него есть священный долг хотя бы раз в неделю появляться в коридоре, а в первую и третью среду каждого месяца нечленораздельно бормотать, сидя у большого окна в эркере. И он не представлял себе, как без урона для своей чести он мог бы отказаться от этих обязанностей. И хотя земную свою жизнь он прожил крайне безнравственно, в потустороннем мире он проявлял во всем поразительную добросовестность. И в соответствии с этим следующие три субботы он, как всегда, с полуночи до трех ночи совершал обход коридоров, всячески заботясь о том, чтобы его никто не увидел и не услышал. Обувь свою он оставлял теперь в комнате, стараясь ступать по источенному червями дощатчатому полу как можно тише. Облачался в широкую черную бархатную мантию и никогда не забывал самым тщательным образом смазывать свои цепи машинным маслом восходящее солнце демократия. Должен, однако, заметить, что ему было совсем нелегко заставить себя прибегнуть к названному средству защиты от ржавчины. И все же как-то вечером, когда семья сидела за обедом, он пробрался в спальню к мистеру Отису и стащил пузырек с маслом. Поначалу он чувствовал себя слегка униженным, но очень скоро вынужден был признать, что изобретение это и в самом деле не бесполезно и неплохо ему помогает. Несмотря на все эти меры предосторожности, его не оставляли в покое. Поперек коридора постоянно протягивались веревки, и он то и дело падал, цепляясь за них. А однажды, совершая свой обход в облачение черного исаака или охотника из хуглейского леса, он поскользнулся и сильно расшибся, так как близнецы намазали полжиром. Начиная от входа в гобеленовый зал и кончая верхней площадкой дубовой лестницы. Эта гнусная проделка настолько его разгневала, что он решил предпринять еще одну и окончательную попытку защитить свое попранное достоинство и высокий статус кентервильского привидения, представ следующей же ночью перед дерзкими воспитанниками Итана в своем любимом образе отважного Руперта или графа без головы. Он не выступал в этой роли уже более чем 70 лет. Собственно, с тех самых пор, как до того напугал прелестную леди Барбару Маудиш, что она неожиданно расторгла помолвку с дедом нынешнего лорда Кентервилля и сбежала в Гретна Гринг с красавцем Джеком Каслтоном, заявив, что ни за какие коврижки не выйдет замуж за человека, семья которого позволяет таким кошмарным привидением разгуливать в сумерках по террасе. Бедняга Джек вскоре после этого погиб от пули лорда Кентервилля на дуэли, состоявшейся на Уонсвордском лугу у Леди Барбара, сердце которой не выдержало утраты. Менее чем через год умерла в Тенбридж Уэлсе. Так что можно с уверенностью утверждать, что выступление кентервильского привидения во всех отношениях имело грандиозный успех. Однако для этой роли требовался чрезвычайно сложный грим. Если, конечно, можно применить такой сугубо театральный термин по отношению к одной из величайших загадок сверхъестественного мира или, выражаясь по-научному, естественного мира высшего порядка. И ему пришлось потратить добрых три часа на приготовление. Наконец все было закончено и он остался очень доволен своим видом. Правда большие кожаные ботфорты, которые являлись неотъемлемой частью этого костюма, были ему великоваты. А один из сидельных пистолетов куда-то запропастился, но в целом, как ему казалось, наряд на нем выглядел превосходно. Ровно в четверть второго он выскользнул из стенной панели и стал красться по коридору. Добравшись до комнаты близнецов, она должна упомянуть, называлась голубой спальней по цвету портьеру и обоев. Он обнаружил, что дверь слегка приоткрыта. Желая как можно эффектнее обставить свое появление, он широко распахнул ее и в тот же миг на него упал тяжелый кувшин с водой, пролетев мимо его левого плеча в каких-то нескольких дюймах, но успев обрушить на него целое море воды, так что на нем и сухой нитки не осталось. Тут же из-под балдахина широкой кровати раздались взрывы сдавленного хохота. Потрясение для его нервной системы было столь велико, что он стремглавь кинулся в свою комнату, а на следующий день слег от жестокой простуды. Хорошо еще, что он оставил голову в комнате, а то не обошлось бы без тяжелых осложнений для его ослабленного организма. После этого он оставил всякую надежду запугать этих нецивилизованных американцев и, как правило, довольствовался тем, что бродил по коридорам в войлочных комнатных туфлях, замотав шею толстым красным шарфом от сквозняков и не выпуская маленькие аркибузы из рук на случай нападения близнецов. Последний удар был нанесен ему 19 сентября. Он спустился в огромный холл замка, уверенный, что там его не потревожат в такой поздний час, и забавлял себя тем, что изощрялся в насмешливых замечаниях в адрес посланника Соединенных Штатов и его супруги, изображенных на сделанных у Сароне больших фотографиях, заменивших фамильные портреты Кентервилли. Он был просто, но аккуратно одет в длинный саван. Кое-где побитый могильной плесенью, нижняя его челюсть была подвязана желтой косынкой, а в руке он держал небольшой фонарь и заступ. Какими пользуются могильщики? Собственно говоря, он был одет как иона непогребенной или похититель трупов с чертсейского гумна. Один из его лучших образов, который Кентервилли имели все основания надолго запомнить, поскольку именно из-за блестящего исполнения им этой роли они навсегда разругались со своим соседом лордом Рафродом. Было около четверти третьего и в доме, насколько он мог судить, царила полная тишина. Но когда он пробирался к библиотеке, чтобы взглянуть, остались ли от кровавого пятна хоть какие-нибудь следы, из темного угла внезапно бросились на него две фигуры и, остервенело размахивая руками над головой, завопили ему в самое ухо Охваченный паническим страхом, вполне объяснимым в таких обстоятельствах, он бросился к лестнице, но там его подкарауливал Вашингтон с большим садовым опрыскивателем. Видя, что враги окружили его со всех сторон и деваться ему некуда, он юркнул в большую железную печь, которая, к счастью, в эту ночь не топилась, и по дымоходам пробрался в свою коморку, ужасно грязный, растрепанный и исполненный отчаяния. После этого он больше не делал своих ночных вылазок. Близнецы некоторое время продолжали устраивать на него засады, и каждый вечер, к великому неудовольствию родителей и прислуги, посыпали пол в коридоре ореховой скорлупой, но безрезультатно. Не было сомнений, призрак чувствовал себя настолько обиженным, что не желал являться обитателем дома. В результате мистер Отис счел возможным снова усесться за свой объемистый труд по истории демократической партии США, над которым работал уже много лет. Миссис Отис устроила великолепный пикник на морском берегу, поразивший все графство. Мальчики отдались увлечению лакроссом, юкером, покером и другим американским национальным играм. А Вирджиния каталась по аллеям на пони в сопровождении юного герцога Чеширского, проводившего в Кентривильском замке последнюю неделю своих каникул. Все решили, что привидение покинуло замок, и мистер Отис даже написал об этом лорду Кентривиллю, который в ответном письме выразил на сей счет свою радость и попросил поздравить от его имени с этим приятным событием достойную супругу-посланника. Однако Отисы ошибались, ибо привидение никуда не исчезло из замка, и хотя превратилось теперь чуть ли не в инвалида, все же не думало оставлять их в покое. Особенно, когда ему стало известно, что среди гостей находится юный герцог Чеширский, двоюродный внук того самого лорда Фрэнсиса Стилтона, который однажды поспорил с полковником Карбери на стой гений, что сыграет в кости с кентривильским привидением, а утром был найден на полу ломберный, полностью разбитым параличом. Хотя лорд Стилтон и дожил до самых преклонных лет, после этого случая он мог произносить всего лишь два слова – «шестерка дубль». История эта в свое время наделала много шуму, даром, что из уважения к чувствам обеих благородных семей ее всячески старались замять. Подробный рассказ обо всех обстоятельствах происшествия можно найти в третьем томе с сочинения лорда Теттла «Воспоминания о принце-регенте и его друзьях». Призраку, естественно, хотелось доказать, что он не утратил прежнего влияния на Стилтонов, с которыми, к тому же, состоял в дальнем родстве. Его кузина была замужем «En secondes notches» за сэром де Балкли, а от него, как известно, ведут свой род герцоги Чеширские. Он даже сделал необходимое приготовление к тому, чтобы явиться перед юным поклонником Вирджинии в столь удавшемся ему образе монаха-вампира или обескровленного бенедиктинца. Он был так страшен в этой роли, что когда его однажды в роковой вечер под Новый 1764 год увидела старая леди Стартап, с ней после того, как она издала несколько истошных криков, случился апоплексический удар. Через три дня она скончалась, успев лишить Кентервилле и своих ближайших родственников наследство, поскольку оставила все свои деньги лондонскому аптекарю, снабжавшему ее лекарствами. Однако в последнюю минуту из страха перед близнецами привидение не решилось покинуть свою комнату. И юный герцог спокойно проспал до утра под большим украшенным перьем балдахином в королевской опочивальне. Во сне он видел Вирджинию. Несколько дней спустя Вирджиния и ее кудрявый кавалер отправились кататься верхом на Броклейские луга. И она, продираясь сквозь живую изгородь, так изорвала свою мазонку, что, вернувшись домой, решила подняться к себе по лестнице черного хода, с тем, чтобы ее никто не увидел. Пробегая мимо гобеленного зала, дверь которого оказалась открытой, она заметила краем глаза, что там кто-то есть. И, полагая, что эта камеристка ее матери, иногда приходившая сюда с шитьем, остановилась и заглянула в дверь, чтобы попросить ее починить порванную мазонку. Каково же было ее удивление, когда оказалось, что это кентровельский призрак. Он сидел у окна и наблюдал за тем, как с пожелтевших деревьев слетает непрочная позолота и, как красные листья в бешеной пляске, несутся под длинные аллеи парка. Голову он положил на сложенные вместе руки, и вся его поза выражала беспросветное отчаяние. Он казался таким одиноким, таким дряхлым и беззащитным, что маленькой Вирджинии, первым побуждением которой было скорее бежать отсюда и запереться в своей комнате, стало жалко его и захотелось его утешить. Шаги ее были так легки, а его меланхолия так глубока, что он заметил ее присутствие лишь тогда, когда она с ним заговорила. — Мне вас очень жаль, — сказала она, — но, братья мои, завтра возвращаются в Итан, и тогда, если вы будете себя прилично вести, никто вас больше обижать не станет. — Глупо просить меня, чтобы я вел себя прилично, — ответил он, оглядывая в удивление хорошенькую девочку, которая решилась с ним заговорить. — Просто нелепо. Я должен греметь цепями, стонать в замочные скважины, разгуливать по ночам, как же иначе? — В этом смысл моего существования. — Это вовсе не смысл существования, и вы знаете, что были очень злым человеком. — Миссис Эмни рассказывала нам в день нашего приезда, что вы убили свою жену. — Ну что ж, я не отрицаю этого, — ответил дух сварливо, — но это чисто семейное дело, и оно никого не касается. — Очень нехорошо убивать кого бы то ни было, — сказала Вирджиния, которая иногда проявляла милую пуританскую строгость, унаследованную от какого-нибудь старого предка из английских переселенцев. — О, я ненавижу дешевую строгость, отвлеченной морали! Жена моя была очень некрасива, никогда не могла прилично накрахмалить мои бриджи и ничего не понимала в стрипне. Вот, например, однажды я убил в Хаглейском лесу оленя и великолепного годовалого самца. И как вы думаете, она приказала подать его к столу? — Впрочем, это неважно теперь, ведь все в прошлом, только, по-моему, было не очень мило со стороны ее братьев, что они заморили меня голодной смертью, хоть я и был убийца своей жены. — Они заморили вас голодом? — О, мистер Призрак, то есть я хотел сказать, сэр Саймон, вы, наверное, сейчас голодны, у меня в сумочке есть путерброд, возьмите, пожалуйста. — Нет, благодарю вас, я теперь никогда ничего не ем. Но все же вы очень любезны, и вообще, вы гораздо милее всех остальных в вашей отвратительной, невоспитанной, пошлой, бесчестной семье. — Молчите! — крикнула Вирджиния, топнув ножкой. — Вы сами невоспитанные, отвратительные и пошлые. А что касается бесчестности, то вы же сами взяли у меня из ящика краски, чтобы поддерживать кровавое пятно в библиотеке. Вначале вы взяли все красные краски, включая и киноварь. Я не смогла рисовать солнечные закаты, потом изумрудную зелень и желтый хром, и, наконец, у меня ничего не осталось, кроме индига и белил. — Мне пришлось ограничиваться сценами при лунном освещении, что всегда выходило очень тоскливо и не так легко нарисовать. Я ни разу не выдала вас, хотя мне было очень неприятно. И вообще, вся эта история крайне нелепа. Кто когда-либо слыхал о крови изумрудно-зеленого цвета? — А что мне оставалось делать? — произнес призрак с некоторым смущением. — В нынешние времена достать настоящую кровь не так-то просто. И поскольку твой драгоценный братец решил пустить в ход свой образцовый очиститель... А с этого все и началось. Мне ничего другого не оставалось, как воспользоваться твоими красками. А что касается цвета, то это, знаешь ли, дело вкуса. У Кентервилли, например, кровь голубая. Самая голубая во всей Англии. Впрочем, вас, американцев, такие вещи не интересуют. Откуда вам знать, что нас интересует? Я вам очень советую к нам эмигрировать и расширить у нас свой кругозор. Папа с радостью устроит вам бесплатный проезд. И хотя пошлины на спиртное, а значит и на все спиритическое ужасно высокие, проблем на таможне у вас не будет, так как все чиновники там демократы. А в Нью-Йорке вас ждет огромный успех. Я знаю там многих людей, которые с охотой бы дали сто тысяч долларов просто за то, чтобы у них был дедушка, ну а за то, чтобы иметь семейное привидение, да тут в сто крат больше. Боюсь, мне не понравится ваша Америка. Потому что у нас нет ничего допотопного и диковинного? — насмешливо спросила Вирджиния. — Ничего допотопного и диковинного? А ваш флот и ваши маневры? — Всего хорошего. Пойду попрошу папу, чтобы он разрешил близнецам задержаться еще на одну неделю. — Прошу вас, не уходите, мисс Вирджиния! — воскликнул призрак. — Я так одинок и несчастен. Я совершенно не знаю, что делать мне дальше. — Больше всего я хотел бы уснуть, но, увы, не могу. — Ну, это уж совсем нелепо. Вам только надо лечь в постель и потушить свечу. Иногда бывает очень трудно не уснуть, особенно в церкви. Но никогда не бывает трудно уснуть. Даже грудные младенцы умеют это делать. А они ведь не так уж умны. — Я не сплю уже триста лет, — печально промолвил призрак. И прекрасные голубые глаза Вирджинии широко раскрылись от удивления. — Триста лет я не знаю сна и чувствую себя бесконечно усталым. — Бедное, бедное привидение! — едва слышно проговорила она. — Неужели ты не знаешь такого места, где ты хотел бы уснуть? — Далеко, далеко отсюда, там, за сосновым бором, — отвечал призрак тихим, мечтательным голосом. — Есть маленький сад. Трава там высокая и густая. Там белеют цветы болеголова, подобные звездам, и всю ночь там поет соловей. Да всю ночь, не смолкая, поет соловей. Холодная хрустальная луна бесстрастно взирает вниз, и могучий тис простирает над спящими свои исполинские ветви. Глаза Вирджинии заволоклись слезами, и она спрятала в ладони лицо. — Ты говоришь о саде смерти? — прошептала она. — Да, я говорю о нем. Как должно быть прекрасна смерть! Как хорошо лежать в мягкой, теплой земле, зная, что над тобой колышутся травы, и слушать вечную тишину! Как хорошо, что нет ни вечера, ни завтра, что можно забыть о ходе времени и навеки забыться, обретя, наконец, покои. Знаешь, ты мне можешь помочь. Ты можешь отворить для меня врата храма смерти, ибо с тобою любовь. А любовь ведь сильнее смерти. Вирджиния вздрогнула, словно ее пронзил холод. Воцарилось молчание. Ей казалось, будто она в каком-то ужасном сне. Потом призрак снова заговорил, и голос его звучал, подобно вздохам ветра. Ты читала древнее пророчество, начертанное на окне библиотеки? — О, много раз! — воскликнула девочка, поднимая на привидение глаза. Я успела его выучить наизусть. Оно написано какими-то старинными причудливыми буквами, так что сразу их трудно прочесть. Там всего лишь шесть строчек. Когда златокудрая дева склонит уста грешника к молитве, когда сухое миндальное дерево зацветет, и малый ребенок заплачет, тогда затихнет весь наш дом, и покой сойдет на Кентервилля. — Только я не понимаю, что это значит. А это значит, — печально промолвил дух, — что ты должна оплакивать мои прегрешения, ибо у меня не осталось слез, и молиться за мою душу, ибо у меня не осталось веры. И тогда, если ты всегда будешь оставаться такой же доброй, чистой и кроткой, ангел смерти смилуется надо мной. Страшные видения будут преследовать тебя в темноте, злые голоса станут шептать тебе на ухо ужасные вещи, но они не причинят тебе никакого вреда, ибо все темные силы ада бессильны пред чистотой ребенка. Вирджиния ничего не говорила в ответ, и призрак, глядя на ее склоненную златокудрую голову, принялся в отчаянии ломать руки. Вдруг девочка встала. Лицо ее было бледным. Глаза как-то странно сияли. — Я не боюсь, — сказала она решительно. — Я попрошу ангела смиловаться над тобой. Издав негромкое радостное восклицание, он поднялся на ноги, взял ее руки и, со старомодной грацией, низко склонившись, поднес руку к губам и поцеловал. Пальцы его были холодными, как лед, а губы жгли, как огонь. Но Вирджиния не отпрянула от него, и он повел ее за руку через весь полутемный зал. На поблекших от времени зеленых гобеленах были вышиты маленькие фигурки охотников. Они трубили в украшенные кисточками горны и махали Вирджинии крошечными руками, давая знак вернуться назад. — Вернись, маленькая Вирджиния, вернись! — кричали они. Но призрак еще крепче сжал ее руку, и она, чтоб не видеть охотников, закрыла глаза. Пучеглазые чудовища с хвостом ящерицы подмигивали ей с резной каменной полки и негромко бормотали ей вслед. — Берегись, маленькая Вирджиния, берегись, что если мы больше не увидим тебя. Но дух несся вперед все быстрее, и Вирджиния не слушала их. Когда они оказались в самом конце зала, он остановился и тихо произнес несколько непонятных ей слов. Она открыла глаза и увидела, как стена постепенно исчезает, словно рассеивающийся туман, а за ней зияет огромная черная пустота. Налетел порыв ледяного ветра, и она почувствовала, как ее дергают за платье. — Скорее, скорее! — крикнул ей призрак. Иначе будет слишком поздно. Через мгновение стенная панель за ним сомкнулась, и в гобеленовом зале никого не осталось. Когда десять минут спустя зазвонил колокольчик, приглашая всех к чаю, а Вирджиния в библиотеку не спустилась, миссис Отис послала за ней одного из лакеев. Тот вскоре вернулся и заявил, что нигде разыскать ее не смог. Вирджиния имела обыкновение выходить каждый вечер в сад за цветами для обеденного стола. Поэтому у миссис Отис поначалу не возникало никаких опасений. Но когда пробило шесть, а Вирджиния так и не появилась, миссис Отис начала волноваться всерьез и велела мальчикам искать сестру в парке. А сама вместе с мистером Отисом принялась обшаривать весь дом, заходя в каждую комнату. В половине седьмого мальчики возвратились и сообщили, что никаких следов Вирджинии обнаружить им не удалось. Теперь беспокойство овладело всеми. Но никто толком не знал, что делать, как вдруг мистер Отис вспомнил, что несколько дней назад дал разрешение остановиться в поместье цыганскому табору. Взяв с собой старшего сына и двух работников, он, не теряя ни минуты, отправился в Блэкфельский лог. Где, как он знал, и остановились цыгане. Юный герцог Чеширский, который не находил себе места от беспокойства, во что бы то ни стало, хотел идти вместе с ними. Но мистер Отис, опасаясь, что дело может дойти до драки, не разрешил ему этого. Когда они добрались до Блэкфельского лога, цыган уже и след простыл, и, судя по тому, что костер еще не погас, а в траве валялись тарелки, они снялись с лагеря в страшной спешке. Отправив Вашингтона и работников продолжать поиски дальше, мистер Отис поспешил домой, чтобы разослать полицейским инспекторам по всему графству телеграммы с просьбой помочь разыскать девочку, которую похитили бродяги или цыгане. Затем он распорядился, чтоб ему подали коня и, уговорив жену и мальчиков пообедать, поскакал с грумом по оскотской дороге. Но не успели они отъехать и двух миль, как услышали за собой стук копыт. Оглянувшись, мистер Отис увидел, что их догоняет на своем пони юный герцог. Он был без шляпы, его лицо раскраснелось. «Прошу прощения, мистер Отис», произнес задыхаясь юноша, «Но как я могу обедать, когда потерялась Вирджиния? Не сердитесь, пожалуйста, на меня, но если бы в прошлом году вы согласились на нашу помолвку, ничего подобного не могло бы произойти. Вы не отошлете меня назад, правда? Я не могу туда возвращаться, и я все равно не поеду назад». Посланник не мог удержаться от улыбки, глядя на этого юного, привлекательного аристократа. Его очень трогало, что этот мальчик так предан Вирджинии. И он, перегнувшись к нему, ласково потрепал его по плечу. «Что ж, Сесил, деваться некуда», сказал он. «Раз вы решили не возвращаться, придется вас взять с собой. Только надо будет купить вам в Аскоте шляпу». «Мне не нужна шляпа, мне нужна Вирджиния», воскликнул, рассмеявшись, юный герцог. И они поскакали к железнодорожной станции. Мистер Отис спросил у начальника станции, не видел ли кто-нибудь на перроне девочку, похожую по описанию на Вирджинию. Но тот ничего определенного ответить не мог. Все же он телеграфировал по всей линии и заверил мистера Отиса, что они будут здесь на чеку и в случае, если им что-нибудь станет известно, сразу дадут ему знать. Купив юному герцогу шляпу в лавке торговца льняным товаром, который закрывал уже ставни, посланник со своей командой направился в деревню Бэксли, примерно в четырех милях от станции, где, как ему сообщили, был большой общинный выпас и часто собирались цыгане. Там они разбудили сельского полисмена, но ничего от него не добились и, проехав по всему выпасу, повернули домой. До замка они добрались с часам к одиннадцати, смертельно усталые и совершенно обескураженные. У домика-привратника они увидели Вашингтона и близнецов, дожидавшихся их с фонарями, ибо под деревьями, обрамлявшими подъездную аллею, было темно, хоть глаз выколи. Увы, никаких обнадеживающих новостей здесь тоже не было. Наслед Вирджинии пока не удавалось напасть, цыгане были настигнуты на брокклифских лугах, но девочке с ними не оказалось. Свои внезапные отъезд они объяснили тем, что боялись опоздать на чертонскую ярмарку, так как перепутали день ее проведения. Цыгане сами огорчились, узнав об исчезновении девочки, и четверо из них остались помогать в розысках. Цыгане были признательны мистеру Оутиусу за то, что он позволил им остановиться в поместье. Был прочесан с помощью драги сазоновый пруд и обшарен каждый клочок земли в поместье, но безрезультатно. Становилось все более очевидным, что, по крайней мере, до следующего дня они Вирджинии не увидят. Мистер Оутиус и мальчики возвращались в замок совершенно подавленные. За ними шел грум, ведя обеих лошадей и пони. В холле они увидели собравшихся кучкой перепуганных слуг. А в библиотеке на диване лежала бедная миссис Оутиус, почти потерявший рассудок от пережитых ею в этот страшный день волнений и ужасов. Старая домоправительница то и дело смачивала ее одеколоном виски. Мистер Оутиус принялся уговаривать жену хоть немного поесть и велел подать ужин для всех собравшихся в замке. Это была не очень веселая трапеза, проходившая в полном молчании, и даже близнецы сидели притихшие и подавленные. Они очень любили свою сестру. После ужина мистер Оутиус, как не упрашивал его юный герцог разрешить ему не ложиться, отправил всех спать, заявив, что этой ночью все равно уже ничего невозможно сделать. А утром он срочно вызовет по телеграфу сыщиков из Скотланд-Ярда. Как раз в тот момент, когда они выходили из столовой, часы на церковной башне начали гулкобить полночь. И при звуке последнего удара раздался вдруг громкий треск. Кто-то пронзительно закричал. И весь дом сотрясся от оглушительного раската грома. А когда в воздухе зазвучала завораживающая прекрасная неземная музыка, стенная панель наверху лестницы с громким шумом отвалилась, и на лестничную площадку выступила бледная, как полотно Вирджиния, с маленькой шкатулкой в руках. Все гурьбой ринулись к ней. Миссис Оутиус крепко ее обняла, юный герцог осыпал ее пылкими поцелуями, а близнецы скакали вокруг нее в каком-то диком воинственном танце. «О боже, девочка моя! Где ты все это время пропадала?» спросил мистер Оутиус, стараясь придать голосу строгие нотки, ибо полагал, что это был всего лишь глупый розыгрыш. «Мы с Сесилом объездили все вокруг, разыскивая тебя, а твоя мама чуть не умерла со страху. Никогда больше не шути так с нами!» «Шутить разрешается только с привидениями!» «С при-ви-де-ни-ем!» громко скандировали близнецы, выделывая ногами все новые и новые антроша. «Милая моя родная, нашлась, слава богу!» твердила миссис Оутиус, целуя дрожащую дочь и разглаживая ее спутанные золотые локоны, никогда больше не оставляя меня так надолго. «Папа!» проговорила Вирджиния негромким голосом. «Я провела весь этот вечер с духом!» «Он умер, и вы должны пойти взглянуть на него. Он при жизни поступал очень дурно, но раскаялся в своих грехах и подарил мне на память эту шкатулку с драгоценностями». Все глядели на нее в немом изумление, но она говорила совершенно серьезно. Повернувшись, она повела их к отверстию в стеной панели, через которое они попали в узкий потайной коридор, по которому и направились дальше. Вашингтон с зажженной свечой, взятый им со стола, замыкал процессию. Спустя какое-то время они пришли к тяжелой, обитой ржавыми гвоздями дубовой двери на массивных петлях. Стоило Вирджиния коснуться двери, как та сразу же распахнулась, впустив их в низенькую коморку со сводчатым потолком и очень маленьким зарешетченным окошком. К вмурованному в стену огромному железному кольцу был прикован цепью крайне изможденный скелет, распростертый во всю длину на каменном полу. Казалось, он пытается дотянуться своими длинными костлявыми пальцами до старинного блюда и кувшина, поставленных так, чтобы он их не смог достать. Кувшин, очевидно, был когда-то наполнен водой, если судить по остаткам зеленой плесени, покрывавшей его изнутри. На блюде оставалась лишь горстка пыли. Вирджиния опустилась на колени возле скелета и, сложив вместе свои маленькие руки, начала беззвучно молиться. А остальные с изумлением взирали на все это, понимая, что перед ними открылась тайна, происшедшая некогда ужасной трагедия. «Смотрите, смотрите!» Внезапно воскликнул один из близнецов, который все это время заглядывал в окошко, чтобы попытаться определить, в какой части замка они находятся. «Расцвело сухое миндальное дерево, я хорошо различаю цветки, потому что сегодня так ярко светит луна». «Значит, Господь простил его», торжественно произнесла Вирджиния, поднимаясь с колен, и всем стало казаться, что какое-то прекрасное сияние озарило ее лицо. «Вы ангел!» воскликнул юный герцог, обнимая ее и целуя. Через четыре дня после этих необыкновенных событий где-то за час до полуночи из Кентервильского замка выехал траурный кортеж. В катафалк было впряжено восемь черных лошадей, и у каждой на голове покачивался пышный султан из страусовых перьев. На свинцовый гроб был накинут богатый пурпурный покров с гербом Кентервилли, вытканный золотом. Рядом с катафалком и экипажем шествовали слуги с горящими факелами, и вся процессия производила необыкновенное впечатление. Самый близкий родственник умершего лорд Кентервиль, специально прибывший на похороны из Уэльса, ехал вместе с маленькой Вирджинией в первой карете. За ними следовал посланник Соединенных Штатов с супругой, потом Вашингтон и три мальчика. замыкала процессию карета, в которой сидела миссис Амни. Ни у кого не возникало сомнения, что поскольку привидение пугало эту достойную особу более пятидесяти лет ее жизни, у нее есть все основания проводить его в последний путь. Выйдя из кареты, скорбящие подошли к глубокой могиле, вырытой в углу погоста, прямо под тисовым деревом. И преподобная Огастус Демпер с большим воодушевлением прочитал заупокойную молитву. Когда пастор умолк, слуги по древнему обычаю рода Кентервилли потушили свои факелы, а когда гроб стали опускать в могилу, Вирджиния приблизилась к нему и возложила на крышку большой крест, сплетенный из белых и розовых цветков миндаля. В этот момент из-за облака выплыла луна, залив маленькое кладбище призрачным серебром, а в отдаленной роще запел соловей. Вирджиния вспомнила, как привидение описывало сад смерти, глаза ее наполнились слезами, и на всем обратном пути она не проронила ни слова. На следующее утро, прежде чем лорд Кентервилли уехал в Лондон, мистер Отис завел с ним разговор о драгоценностях, подаренных Вирджинией привидением. Они были великолепны, особенно рубиновое ожерелье в венецианской оправе. Редкостный образец работы шестнадцатого века. Их ценность была столь велика, что мистер Отис считал невозможным позволить дочери их принять. Милорд, сказал посланник, я не знаю, что в вашей стране правой мертвой руки распространяется не только на земельную собственность, но и на фамильные драгоценности. И для меня является очевидным, что украшения, переданные моей дочери, на самом деле принадлежат вашему роду или, во всяком случае, должны ему принадлежать. А поэтому я прошу вас забрать их с собой в Лондон и рассматривать их как часть по праву принадлежащего вам имущества, которая была возвращена законному владельцу, хотя и при несколько странных обстоятельствах. Что касается моей дочери, то она еще ребенок и пока что, слава богу, мало интересуется такого рода дорогими безделушками. К тому же миссис Отис сообщила мне, а она должна сказать, провела в юности несколько зим в Бостоне и неплохо разбирается в вопросах искусства. Что эти украшения имеют большую денежную ценность, и если бы были предложены для продажи, за них можно было бы получить солидную сумму. В этих обстоятельствах, лорд Кентервель, я, как вы должны понимать, не могу допустить, чтобы они перешли к кому-нибудь из членов моей семьи. Да и вообще, такого рода безделушки, какими бы уместными или необходимыми с точки зрения поддержания престижа они не казались в глазах британской аристократии совершенно ни к чему тем, кто воспитан в строгих, и я бы сказал, непоколебимых республиканских принципах простоты. Впрочем, не стану скрывать, что Вирджиния была бы счастлива, если бы вы позволили ей сохранить саму шкатулку в память о вашем несчастном заблудшем предке. Поскольку вещь эта старая и достаточно ветхая, вы, быть может, и в самом деле найдете возможным исполнить ее просьбу. Я же со своей стороны должен признаться, что крайне удивлен интересам моей дочери к чему-либо средневековому и могу объяснить это лишь тем, что Вирджиния родилась в одном из пригородов Лондона вскоре после того, как миссис Оутиз возвратилась из поездки в Афины. Лорд Кентервиль выслушал речь почтенного посланника с величайшим вниманием и лишь изредка подергивал себя за седые усы, чтобы скрыть невольную улыбку. Когда мистер Оутиз закончил, он крепко пожал ему руку и сказал, дорогой мистер Оутиз, ваша прелестная дочь оказала моему несчастному предку, сэру Саймону, поистине неоценимую услугу, и я, как и все мои родственники, чрезвычайно признательны ей за это и восхищен ее поразительной отвагой и самоотверженностью. Драгоценности по праву принадлежат только ей, и если бы я забрал их у нее, то, ей-богу, я проявил бы такое бессердечие, что через каких-нибудь пару недель старый грешник непременно вышел бы из могилы и не давал бы мне покоя до конца моих дней. Что же до того, являются ли эти драгоценности фамильными, то их, несомненно, нельзя считать таковыми, поскольку среди них нет ни одного предмета, который был бы упомянут в завещании или ином юридическом документе, и об их существовании до сих пор не было известно. Уверяю вас, у меня на них столько же прав, сколько, например, у вашего дворецкого. И я не сомневаюсь, что когда мисс Вирджиния станет взрослой, она с удовольствием их будет носить. К тому же, вы забываете, мистер Оутиз, что купили замок вместе с мебелью и привидением, а стало быть, все, что принадлежало привидению, автоматически стало вашей собственностью. Ведь хотя сэр Саймон и проявлял по ночам некоторую активность, с точки зрения закона он считался мертвым, а значит, покупая поместье, вы приобрели также и всю его личную собственность. Мистера Оутиза немало огорчил отказ лорда Кентервилля принять драгоценности, и он просил его изменить свое решение. Но благородный пэр был тверд и в конце концов уговорил посланника позволить дочери оставить подарок сделанным привидением. Когда весной 1890 года молодую герцогиню Чеширскую представляли по случаю ее бракосочетания с самой королеве, ее драгоценности вызвали всеобщее восхищение. Да-да, герцогиня Чеширская это и есть наша маленькая Вирджиния, ибо она, выйдя замуж за своего юного поклонника, едва он достиг совершеннолетия, стала герцогиней и получила герцогскую корону. Награду, которую получают за образцовое поведение все американские девочки. Вирджиния и юный герцог были так очаровательны и так влюблены друг в друга, что их союз привел всех в восторг, за исключением старой маркизы Дамблтон, которая пыталась пристроить за герцога одну из своих семи незамужних дочерей и дала с этой целью целых три дорогих званых обеда, а также, как ни странно, самого при всей своей личной привязанности к молодому герцогу он теоретически был против титулов и в данном случае, если привести его собственные слова, опасался, как бы из-за расслабляющего влияния приверженной наслаждением аристократии не были бы забыты незыблемые принципы республиканской простоты. Но, в конце концов, его удалось убедить в безосновательности его опасений и когда он ввел свою дочь к алтарю церкви святого Георгия, что на Ганновер сквер, то, мне кажется, вряд ли по всей Англии можно было бы сыскать человека счастливее его. По окончании медового месяца герцог и герцогиня отправились в Кентерлистский замок и на второй день пребывания там посетили заброшенное кладбище близ соснового бора. Им долго не удавалось придумать эпитафию для надгробия сэра Саймона и в конце концов они решили ограничиться его инициалами, а также стихами, начертанными на окне библиотеки. Герцогиня принесла с собой свежие розы и усыпала ими могилу. Немного постояв над местом вечного упокоения кентерлистского привидения, они направились к полуразрушенной старинной церквушке. герцогиня присела на упавшую колонну, а ее молодой супруг расположился у ее ног. Он курил и молча любовался ее прекрасными глазами. Вдруг он выбросил недокуренную папиросу, взял ее за руки и сказал «Вирджиния, у жены не должно быть секретов от мужа». «У меня нет от тебя секретов, дорогой Сесил». «А вот и есть», ответил он, улыбаясь, «Ты ведь никогда не рассказывала мне, что случилось, когда вы заперлись вдвоем с привидением». «Я никому этого не рассказывала, Сесил», сказала Вирджиния. «Знаю, но мне ты могла бы рассказать?» «Ну, пожалуйста, Сесил, не надо меня просить, я не могу этого рассказывать». «Бедный сэр Саймон, я столь кем ему обязана». «Не смейся, Сесил, это действительно так». Он открыл для меня, что есть жизнь, и что есть смерть, и почему любовь сильнее жизни и смерти. Герцог встал и нежно поцеловал жену. «Что ж, пусть эта тайна будет твоей, лишь бы твое сердце было моим», прошептал он ей на ухо, «оно всегда было твоим, Сесил». «Но ведь нашим детям ты расскажешь когда-нибудь?» Вирджиния покраснела. Спасибо, что дослушали до конца. До скорых встреч! Субтитры субтитры